В Чиле этих людей по способностям и энергии был Федор Андронов, о котором известно только то, что он был купец-кожевник, обратил на себя внимание Годунова, чернокнижеством, как уверяли враги Андронова. Переведен был из Погорелого городища в Москву. Потом, во время смут, видим его в Тушине и под Смоленском. Здесь он умел приблизиться к королю или его советникам до такой степени, что Сигизмунд послал его в Москву в звание думного дворянина, хотя можно думать, что он это звание получил еще в Тушине. В конце октября 1610 года король писал боярам «Федор Андронов нам и сыну нашему верою и правдою служил и до сих пор служит, и мы за такую службу хотим его жаловать. Приказываем вам, чтобы вы ему велели быть в товарищах с казначеем нашим Василием Петровичем Головиным». Андронов продолжал служить верою и правдою королю. Все требования Гонсевского он исполнял беспрекословно, если только не предупреждал их. Лучшие вещи из казны царской были отобраны и отосланы к королю. Некоторые взял себе Гонсевский. Для прилики Гонсевский велел переписать казну боярам и печати свои приложить. Но когда потом бояре пришли в казну, то уже печати своих не нашли. Нашли только печать Андронова. Они спросили его, что это значит. Андронов отвечал, что Гонсевский велел распечатать. По словам поляков, были в казне царской литые золотые изображения спасителя и двенадцати апостолов. Последние еще шуйски перелил в деньги для уплаты шведским наемникам. Полякам Гонсевского досталось только изображение спасителя, оцененное в тридцать тысяч червоных. Некоторые хотели было отослать его в краковский костел, но жадность большинства превозмогла, и священное изображение было разбито на куски. Андронов не довольствовался казначейскими распоряжениями. Хотел служить и другие службы королю. По приезде своем в Москву он писал Льву Сапеге, оправдывая Жалкевского в уступке требованиям москвитян. «Если б не учинить тех договоров по их воле», — писал Андронов, — «то, конечно, пришлось бы доставать саблею и огнем». Пан Гетман рассудил, что лучше теперь обойтись с ними по их штукам, а когда приберем их к рукам, тогда и штуки их эти мало помогут. Надеемся на Бога, что со временем все их штуки уничтожим, и умысел их на иную сторону обратим, на правдивую. Андронов пишет о необходимости держать под Москвой отряд польского войска, в котором ни один человек не должен выезжать из стану, но все каждую минуту должны быть готовы на случай восстания. А они, слуги королевской милости, Андронов с товарищами, будут держать при себе несколько тысяч стрельцов и казаков. Андронов предлагает также выгнать из приказов людей, оставшихся здесь от прежнего царствования, похлебцов Шуйского, как он выражается, и места их занять людьми, преданными королю. «Надобно», — пишет он, — «немедленно указ прислать, что делать с теми, которые тут были при Шуйском и больше дурили, чем сам Шуйский». Список этих людей, вероятно составленный Андроновым, дошел до нас в отрывках. Некоторые указания любопытны, например, Диак Григорий Елизаров сидел в новгородской четверти. Сам еретик и еретики ему приказаны. Не забудем, что Андронова также обвиняли в чернокнижии. Диак Смоленин, сын Боярский бывал, Михайло Бегичев, а дьячество ему дано за шептанье, Диаки Дворцовы, Филипп Да, Анфиноген Федоровы, дети Голенищева, злые шептуны. Предложение Андронова было приведено в исполнение. Товарищи его потушенную смоленскому стану были посажены по приказам. Степан Соловецкий сел думным дьяком в новгородской четверти, Василий Юрьев – у денежных сборов, Евдоким Витовтов – в разряде первым думным дьяком, Иван Грамотин – печатником, посольским и поместным дьяком. В Большом Приходе князь Федор Мещерский, В Пушкарском приказе – князь Юрий Хворостянин, В Панском приказе – Михайло Молчанов, В Казанском дворце – Иван Салтыков. Бояре сильно оскорбились, когда увидали рядом с собой в думе торгового мужика Андронова «С важным званием казначея». Особенным бесчестьем для себя считали они то, Что этот торговый мужик осмеливался говорить против Мстиславского и Воротынского, Распоряжался всем, Пользовался полную доверенностью короля и Гансевского, Потому что действовал прямо, Хлопотал, чтоб царем был Сигизмунд, Тогда как бояре колебались, Держались за Владислава. Гансевский с людьми, присягнувшими королю, управлял всем. Когда он ехал в думу, то ему подавали множество челобитных. Он приносил их боярам, но бояре их не видали, Потому что подле Гансевского садились Михайло Салтыков, Князь Василий Масальский, Федор Андронов, Иван Грамотин. Бояре и не слыхали, что он говорил с этими своими советниками, Что приговаривал, А подписывали челобитные Грамотин, Витовтов, Чечерин, Соловецкий, Потому что все старые дьяки отогнаны были прочь. Но если сердились старые бояре, Ревнивые к своему сану, Голицын, Воротынские сердились за то, Что король их обесчестил, Посадил вместе с ними в думу торгового мужика Андронова. То еще больше сердился на Андронова боярин Салтыков, Который за свою службу хотел играть главную роль И должен был поделиться выгодами этой службы с торговым мужиком. Между этими людьми немедленно же началось столкновение, соперничество. Андронов писал сапеги. «Надобно воспрепятствовать, милостивый пан, Чтобы не раздавали бестолку поместье, А то его милость пан Гетман дает, Иван Салтыков также дает листы на поместье, А прежде бывало в одном месте давали, Кому государь прикажет. И я боюсь, что при такой раздаче Кто-нибудь не получил себе богатые награды за малые услуги. Я же, как привык до вашей милости, утекать, Потому что никогда в своих просьбах не получал отказа, Так и теперь прошу. Смилуйтесь, ваша милость, Попросите королевскую милость, Чтоб меня пожаловал сельцом Роменьем, Да сельцом Шубиным, С деревнями в Зубцовском уезде, Что было дано Зарудскому». Салтыков писал к тому же Сапеге, «Я рад служить и примить, И всяких людей королевскому величеству приводить. Догонят их от короля изменники, А староста Вележский, Александр Иванович Гонсевский, Их слушает и потакает. А меня бесчестит, и дело делать не дает. Берет всякие дела по их приговору на себя, Не рассудя московского обычая». Московские люди крайне скорбят, Что королевская милость и жалования изменились, И многие люди разными притеснениями И разорением оскорблены По приговору торгового человека Федора Андронова, А с Мстиславского, с товарища, «И с нас дела посняты, И на таком человеке правительство и вера положены». При Шуйском были также временщики Измайловы, И такой же мужик Михалка Смывалов, И из-за них до сих пор льется кровь. «И теперь по таким думцам и правителям Не быть в Москве ни одному городу, Если не будет уйму таким правителем». Как такому человеку знать правительство? Отец его в Погорелом городище торговал лаптями, А он взят в Москву из Погорелого, По приказу Бориса Годунова, Для ведовства и еретичества. И на Москве был торговый мужик. «Покажи милость, государь Лев Иванович, Не дай потерять у короля государства московского. Пришли человека, которому можно верить, И вели дела их рассмотреть». Много казны вне доброе, Потому что за многих Федор Андронов Ступается и спускает для посулов. Спровежу. Других не своего приказа Насильно берет к себе под суд, И сам государевых денег в казну не платит. Салтыков обвиняет Андронова в самоуправстве. Нашлись люди, вероятно, сам Андронов, Которые обвинили в том же Салтыкова. Обвинения состояли в том, Будто Салтыков называет себя в Москве Владельцем или правителем, Вершит дела без приговору бояр, Гонит одних, награждает других, Говорит боярам бесчестное слово, Что положил государь всякие дела на нем, А им велел его слушаться. Салтыков в ответной грамоте Сапеги Отвергает все эти обвинения, Причем шлется на князя Мстиславского, На всех бояр, на всю Москву, На всяких людей. Королю доносили так же, Что богатые волости, Данные Салтыковым, Вага, Чаронда, Тотьма, Решма, С которых одних денежных доходов Сходило 60 тысяч, Произвели зависть, Ропот в боярах и во всяких людях. Салтыков отвечает, Что эти волости Исконне за их братью бывали, А доходу с них будет не больше трех тысяч. А я, государь Лев Иванович, Поехал к государю королю, Покинув жену и детей, До имения больше, Чем на 60 тысяч, Надеясь на государскую милость, И на ваше сенаторское жалование, Служил я и примил сыном своим Иваном, Государю королю и королевичу, И вам, великим сенаторам, И великим государством, Короне польской, И великому княжеству литовскому, И горло свое везде тратил, Чая себе милости. Московское и новгородское государства Бог поручил государям, Королю и королевичу, Их государским счастьем, Вашим сенаторским промыслам, И нашим службишками, Иные приехали государю со мною, А им даны с уездами города, А не волости, А наш род сенаторский. О своих действиях В пользу Сигизмунда в Москве Салтыков пишет Сапеги. Я, бояр и всяких московских людей На то приводил и к тебе писал, Чтоб государю королю Идти к Москве не мешкая, А славу бы пустить во всяких людях, Что идет на вора Калуги. Теперь, бояр и всяких московских людей Я на то привел, Что послали бить челом королю Князя Масальского, Что пожаловал король сына Своего государства очистил, Вора в Калуге доступил. Так королю непременно бы идти к Москве не мешкая, А славу пустить, Что идет на вора Калуги. Как будет король в Можайске, То, пожалуй, отпиши ко мне сейчас же, А я, бояр и всех людей, Приведу к тому, Что пришлют бить челом королю, Чтоб пожаловал в Москву Государство сына своего очищал И вора доступал.